Всем привет! В комментариях под обзором на Android 9 для Mi A1 достаточно много людей просили записать видеоинструкцию о том, как установить Google камеру на Mi A1 с 9-ым андроидом. Я решил сделать об этом видео, но для начала нужно было все тщательно протестировать. И вот я полдня убил на то, чтобы активировать Google камеру по всем старым способам, которые описаны на 4 ПУДА и других тематических сайтов, но ни один из старых способов попросту не работал. В итоге я решил плюнуть надею, потому что просто ничего не получалось, но вчера я решил попробовать еще раз и знайте, что у меня получилось. Я смог найти работающую англоязычную инструкцию на форуме XDA Developers 26 декабря, то есть совсем недавно. Но проблема была в том, что, во-первых, эта статья полностью на английском, а это уже большой барьер для некоторых людей, а во-вторых, эта статья рассчитана для достаточно опытных пользователей и многие шаги там опущены, типа и так знаете, как сделать. Поэтому я решил адаптировать этот метод на русский язык, написал достаточно большую инструкцию с подробными шагами, как все делать, ссылку на которую вы сможете найти в описании под видео. Я опробовал этот способ два раза, все хорошо работает, с помощью него у нас активируется камера 2 API для работы в самой Google камере, а также электронная стабилизация. Но у этого метода есть также и минусы. Первый – он полностью стирает все данные, то есть телефон переходит к заводским настройкам, поэтому придется делать бэкап важных данных. А второй минус – требуется временная активация прав суперпользователя через Mojisk, то есть root. Тем не менее, root права потом можно будет полностью удалить и в дальнейшем получать обновления по воздуху. Перед тем, как мы начнем, все действия, которые я покажу, созданы исключительно в образовательных целях, и не я, ни кто-либо другой не несет ответственности за ваше устройство, если что-то пойдет не так. Вы выполняете все действия на свой страх и риски, я надеюсь, что вы это понимаете. В общем, я постарался сделать инструкцию достаточно понятной для любого человека, поэтому я писал практически каждый свой шаг. Если вы будете пробовать устанавливать Google камеру на свой Mi A1, советую использовать одновременно как текстовую инструкцию, так и это видео для большей наглядности. Ну, в общем-то, давайте приступать к установке Google камеры. Ну что ж, начнем. Для начала переходим в «Настройки», раздел «Система», «О телефоне» и ищем пункт «Номер сборки». Нажимаем на него 7 раз подряд и тем самым мы активируем настройки разработчика. Делаем шаг назад, переходим в «Дополнительно» и «Настройки для разработчиков». Здесь находим такую вкладку, как «Заводская разблокировка», активируем ее, спускаемся чуть-чуть ниже и находим такой пункт, как «Откладка по USB» и ее мы также активируем. После этого переходим в «Настройки защиты и местоположения» и отключаем любую блокировку телефона, это нужно обязательно сделать. Не забудьте, пожалуйста. Далее отключаем телефон от компьютера, если он был подключен, и подключаем заново. Теперь переходим в «Настройки» и ищем пункт «Передача файлов», активируем его, тем самым у нас будут устанавливаться драйверы телефона на компьютер. После этого запускаем программу «ADB Setup», которую можно будет найти по ссылке в описании видео и скачать все необходимые файлы вообще для этого видео. Активируем драйверы, везде нажимаем «Далее», «Y» и устанавливаем тем самым ADB драйвера на компьютер. После этого отсоединяем телефон от компьютера и поотсоединяем заново. Но теперь в этот раз нам не нужно активировать передачу данных в настройках USB, а нужно оставить все как есть и ничего не трогать, чтобы было без передачи данных. В файлах видео вы найдете zip-архив, который называется «ADB в нем», папочку «PlatformTools». Нам нужно излечь всю эту папку на диск C и назвать эту папку «ADB», сделайте как на видео. Дальше ищем пустое место в папке, нажимаем клавишу Shift и нажимаем правой кнопкой мыши по пустому месту, и у нас появится окношечка «Открыть окно PowerShell здесь». Тем самым у нас откроется диалоговое окно, где мы дальше будем вводить необходимые команды. Далее копируем первую команду «ADB Devices» как показано в текстовом документе и переходим в окно PowerShell. Вставляем команду и нажимаем на Enter. У нас высвечивается окошко «Откладка по USB» на телефоне, нажимаем «Всегда разрешать откладку» и подтверждаем. После этого вводим команду заново «ADB Devices» и нажимаем ОК. И у нас должно выглядеть все так, как показано на экране. После этого отсоединяем телефон от компьютера и полностью выключаем телефон. Зажимаем клавишу «Питание» и нажимаем «Выключить». Теперь нам нужно перейти в режим Fastboot. Зажимаем нижнюю клавишу громкости и клавишу питания. У нас появляется такая вот иконка и после этого подсоединяем телефон снова к компьютеру. Переходим в папочку «ADB» на диске «C», находим пустое место, зажимаем клавишу «Shift» и правую кнопку мыши. Включаем окно PowerShell. Теперь переходим в текстовый документ, копируем команду «Fastboot OM Unlock», переходим в окно PowerShell, вставляем и нажимаем Enter. Тем самым мы разблокируем загрузчик телефона. После этого телефон перезагрузится и сотрет все данные. Не забудьте сделать бэкап всех важных документов перед этой процедурой. Здесь у нас запись ускорена, придется немножко подождать. Теперь мы настраиваем телефон заново, но пропускаем все. Пропускаем Wi-Fi, дату и время для того, чтобы сохранить время. Отключаем все важные шаги, настраиваем защиту, ждем и переходим на главный экран. После того, как мы настроили телефон, переходим в систему о телефоне и активируем настройки разработчика. Нажимаем 7 раз на номер сборки в дополнительно для разработчиков. Смотрим, что у нас заводская разблокировка активирована и переходим ниже и снова включаем откладку по USB. Проверяем, чтобы откладка по USB работала корректно. Для этого придется вытащить и вставить провод несколько раз в телефон до того момента, пока у нас не выскочит окно «Откладка по USB». Снова разрешаем откладку с этого компьютера и идем дальше. Переходим в окошко ADB, активируем окно PowerShell и вводим команду ADB Devices, которую мы вводили в самом начале. Проверяем, что ADB на телефоне работает. Включаем Wi-Fi и переходим в браузер Chrome и вводим в поисковую строку Mojisk. Ищем его, отключаем геолокацию, если нас попросят и переходим на сайт MojiskManager.com. Переходим на их сайт, отключаем перевод, чтобы он нам больше не надоедал. И спускаемся до момента, пока не найдем Mojisk.zip файл. Перед этим нам выскочит скачать MojiskManager, но это APK. Это не то, оно нам понадобится чуть-чуть дальше. Скроллим чуть-чуть дальше и ищем вот эту строчку Download Mojisk18.0 либо больше, в зависимости от того, когда вы смотрите это видео. Разрешаем скачивать файл Chrome и скачиваем его. Ждем пока он у нас скачается и переходим к следующему пункту. Создаем пустую папку на рабочем столе, можем назвать ее Tool и перекидываем тогда образ диска TWRP, который идет вместе с файлами для этого видео. После этого выключаем смартфон, но не забудьте отключить провод от компьютера. Далее снова переходим в режим Fast Boot, для этого зажимаем нижнюю клавишу громкости и клавишу питания и у нас появится вот такой вот зайчик с Android. Теперь подключаем телефон к компьютеру, вставляем провод USB и переходим в папочку с файлом TWRP. Вызываем окно PowerShell здесь, для этого зажимаем клавишу Shift и правую кнопку мыши. Мы перешли в окно PowerShell и теперь нам нужно ввести команду fastboot twrp с названием нашего файла. Копируем ее в текстовом документе, который я подготовил. Переходим в окно PowerShell, вставляем и нажимаем на клавишу Enter. Далее немного подождите, здесь я ускорил запись. Мы переходим в twrp, свайпаем слева направо, чтобы перейти в меню, нажимаем на клавишу Install и ищем наш zip файл с Majisk. Для этого переходим в папочку Download, где он у нас остался, и находим Majisk версия 18.zip. Нажимаем на него и дальше снова свайпаем слева направо, для того чтобы его установить. Ждем процесс установки, пока у нас все не закончится, здесь запись снова немножко ускорена. У нас закончилась установка и нажимаем на клавишу Reboot System. Нажимаем на нее. Если вам предлагаете WRP что-то скачать, отказываемся и нажимаем на Reboot System. Телефон у нас перезагрузится и нужно будет немножко подождать. Я вас поздравляю, мы уже практически на финишной прямой, все самое сложное позайди. Заходим в браузер Chrome и переходим на сайт MajiskManager.com, на который мы уже заходили ранее. Теперь нам нужно скачать APK файл Majisk Manager. Для этого скроллим страницу вниз и ищем пункт скачать Majisk Manager. Нажимаем на иконку скачать, нажимаем, ждем пока у нас скачивается приложение, подтверждаем. Теперь нам нужно разрешить установку приложения с неизвестных источников, подтверждаем это, заходим в настройки, разрешаем, делаем шаг назад и делаем установку приложения. Переходим в меню приложения и проверяем, чтобы MajiskManager у нас был установлен. Открываем его, смотрим, что он работает, значит до этого мы все сделали правильно. Теперь возвращаемся в папочку ADB, включаем окно PowerShell, возвращаемся к текстовому документу и копируем команду ADB Shell. Вставляем ее и нажимаем на Enter. Возвращаемся к текстовому документу и копируем команду SU, то есть SuperUser. Вставляем ее, нажимаем на Enter и у нас освечивается окошко с запросом прав суперпользователя. Время ограничено, поэтому предоставляем поскорее. Далее просто вставляем поочередно все команды, которые описаны в документе, делаем это аккуратно и внимательно, ничего не пропуская. Выходим из режима ADB Shell, отключаем телефон от компьютера и перезагружаем его, чтобы активировать все команды. Телефон у нас перезагрузится и теперь, когда он у нас активируется, поздравляю, мы активировали режим камера 2IP и электронную стабилизацию для Xiaomi Mi A1. Скачаем программу, которая нам может удостовериться, что мы сделали все правильно. Смотрим, что у нас активирован Level 3, значит мы все сделали правильно. Ура! Остается скачать нужный мод Google камеры для Mi A1. Для этого я оставил все ссылки как в документе, так и в описании под видео. Заходим на нужный нам сайт и качаем нужный мод Google камеры. Скачиваем его, ждем пока он скачается, весит он немало, 80 мегабайт, устанавливаем, открываем Google камеру и даем ей все необходимые разрешения. Нажимаем на все ОК и вуаля, камера запустилась. Ура! Мы сделали с вами все правильно и теперь мы можем наслаждаться Google камерой. Видим, что заходим в портрет, камеру, у нас ничего не вылетает, видео, настройки. Здесь даже есть ночной режим Night Sight, о котором я уже рассказывал. Супер! Мы все сделали правильно, но не убегайте на радостях фоткать все подряд с Google камерой, теперь нам нужно удалить root права. Для этого заходим в Majisk Manager и на главном экране ищем пункт удаления, нажимаем на него и подтверждаем полное удаление. После этого у нас выполнится необходимая команда и телефон сам перезагрузится, ничего трогать не нужно. Проверяем, чтобы телефон был подключен к компьютеру, возвращаемся в папочку ADB, зажимаем клавишу Shift и правую кнопку мыши. Переходим в окно PowerShell и скопируем команду ADB, Reboot Outloader. Тем самым мы перейдем в режим Fast Boot. Копируем ее, вставляем и нажимаем на Enter. Итак, телефон перешел в режим Fast Boot и сейчас очень важно не пропустить этот момент, потому что иначе все, что мы до этого делали, пропадет зря. Копируем команду Fast Boot OM Unlock, зажимаем нижнюю клавишу громкости на телефоне, зажали ее, вставляем команду в окно PowerShell, нажимаем Enter. Клавишу громкости не отпускаем, ждем пока телефон быстренько перезагрузится, ждем пару секунд и отпускаем. Клавишу громкости вниз обязательно нужно зажимать, иначе мы потеряем все данные и все, что до этого мы делали, будет сделано впустую. Вводим команду Fast Boot Reboot, телефон перезагрузится и теперь мы проверим на наличие root прав на телефоне, скачаем необходимую программу, заходим в программу Root Checker, нажимаем на проверку root и видим, что root прав у нас нет. Значит все мы сделали правильно, root права удалили с телефона. Зайдем в Google камеру, проверим ее работоспособность, она работает, все хорошо, значит и root права мы удалили, и с Google камерой остались. Вот он я, можете поставить лайк и подписаться на канал за такую плодотворную работу. Проверяем, остался ли у нас активированным камера 2iP, видим, что левел 3 подтвержден, значит все хорошо, проверяем обновление системы, если не выскочит ошибок, то обновление по воздуху у нас активно, ошибок нет, все супер. В общем-то на этом все, я понимаю, что на первый взгляд выглядит достаточно сложно, но если так немножко подразобраться, то станет все понятно. На выполнение всех действий, если следовать инструкции, делать все предельно аккуратно, уйдет примерно полчаса. Я уже протестировал Google камеру на Mi 1 и могу сказать, что работает она просто бомбезно, даже Nightside работает. Единственная проблема, которую я встретил, плохо работает селфи камера, она желтит и как-то детали не очень четкие. Но возможно, что это косяк именно той версии Google камеры, которую установили мы сейчас, в будущем это могут поправить. В следующем видео выйдет сравнение Google камеры на Mi A1 с Pixel 2. Мы посмотрим на то, насколько сильно Google камера позволяет телефону за 10 тысяч приблизиться к флагманскому смартфону от Google. Так что если вам это интересно, обязательно подпишитесь на канал, если еще не подписаны, и прожимайте палец вверх, если это видео было вам полезно. Ну а у меня на этом все, если хотите получать больше деталей, можете подписаться на мой телеграм-канал, который я недавно завел, все ссылки в описании, ну а также можете подписаться на инстаграм, на камеру выкладываю там фоточки с пикселей. Спасибо большое, если досмотрели это видео до конца, я постарался снять достаточно все понятно, чтобы любой человек, который хочет попробовать Google камеру, мог это сделать. Увидимся в следующих видео, всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok